привет господа давайте сегодня поговорим про доски для гидрофойла ну чего стоит начать в принципе все доски можно разделить на большое количество категорий но если это дело неким образом категоризировать то выбор становится очевиден конечно есть друзья которые посоветуют вам лучшую в мире доску и слушать их конечно же не надо потому что для каждого своя доска лучшая в мире но давайте посмотрим на какие моменты стоило бы обратить внимание но первое все доски можно условно разделить конструкционно на как минимум два типа мы не идем там в детали конечно есть исключения но глобально если вы придете в магазин скорее всего вы столкнетесь с досками которые конструкционно похожи больше на twin tip и есть конструкционно похожие больше на серфборд twin tip деревянная некая доска либо из фанеры накрыта каким-то ламинатом это может быть карбон стекловолокно какие-то композиты серфборд это либо пена либо шариковый пенопласт накрытая опять же каким-то ламинатом это может быть стекло карбон либо какие-то композиты и какие же есть плюсы и минусы у разных вот вот этих двух конструкций я для себя не рассматриваю доски по такой twin tip технологии почему потому что как райдер обладающий определенным весом я вешу достаточно достаточно то и крепление гидрофойла вот если представить что это доска у нас получается то что в тех механике называется консоль неподвижное вот такое соединение и учитывая то что как располагается вес в нашей системе возникнет две вещи это реакция опоры и момент в вместе соединения и вот этот момент он будет таким неким образом сгибать эту доску в принципе если вы легкий райдер либо но нравится эта доска то вы берите она имеет свои плюсы но основываясь на опыте коллег я решил этот вариант для себя не рассматривать потому что в случае какой-то нагрузки она немножко подпружинивает и немного же гнется есть исключение опять же но обычные вот скимборда type доски они есть у md я я видел у нас распространены айрашовские ну вот они такие и поэтому я для себя их не рассматриваю в том числе из-за вот этой пружинистости жесткость может достигаться в этих досках но они тогда становятся достаточно тяжелыми почему потому что у них достаточно большая плотность вот содержимого внутри доски это фанера вот чем они хороши они достаточно просты в старте потому что стартуешь практически как на твинтипе там нету особенности старта которые есть у объемной доски и второе их практически невозможно уничтожить то есть если вы там уроните на асфальт дорогую карбоновую доску можно пробить в ней дыру что нужно будет ремонтировать и плюс они достаточно все-таки хрупкие вот эту вот винтип ставил доску там или скимборд ставил доску и уничтожить практически невозможно я не знаю что с ней можно сделать уничтоженных не видел но зачастую они не имеют рельс они имеют достаточно фиксированное крепление фойла что по сути делает не таким удобными использования с различными крыльями с какими-то крыльями она может работать хорошо с какими-то может не работать вообще вот из плюсов опять же легкий старт из минусов минусов там достаточно много поэтому я для себя из-за вот этих минусов и не рассматриваю вот второй вариант это доски вот такие серф типа доски они бывают шариковым пенопластом внутри либо с пеной доски шариковым пенопластом зачастую легче немного вот но при этом если в в доске получается дырка то вода попадая внутрь и она там каким-то образом между этих шариков распределяется и достать ее оттуда вон очень как-то уж сложно вот если доска потом нагревается после того как туда попала вода происходит деламинация отходит вот этот весь верхний слой там короче что-то начинает ломаться она не становится от этого лучше как как и все и в общем доска приходит в негодность есть вариант досок которые сделаны из пены они не требуют сразу такого ну непосредственного ремонта в случае с там получилась какая-то микро дырочка ну является ли это проблемой я не думаю я тут не особо выбирал у меня была доска триггер от rdb и это прекрасная доска там шариковый пенопласт сейчас у меня есть левитаз эхо 4 там внутри некая пена непонятная достаточно легкая но при этом эта пена не шарик в принципе и то и то нормально смотри там пена или шарик я не считаю ну как бы там для себя это важным что вот я считаю важным это наличие закладной под в петлю потому что я не люблю вот эту одиночную петлю впереди я петли сейчас стараюсь не использовать потому что я иногда приезжаю в мель и если приехать достаточно хорошо то можно так убраться что одна нога станет длиннее другой петля по мне она нужна для фристайлеров кто там прыгает что-то такое там невероятное для гонщиков не знаю там у них есть какая-то своя специфика зачем нужна петля и для тех кто ездить не умеет поэтому вот у вас петли стоят вы можете сразу понять вы там едете 50 или может вы прыгаете мегалуп с гидрофойлом или может быть вам стоит уже как бы подучиться как и мне я вот стараюсь сейчас подучиться поэтому я езжу без петель но наличие вот в петли мне нравится важно наличие ельц аельцы помогают спозиционировать фойл относительно вашей стойки на доске что кстати не становится становится менее важным когда ты открутил петли если посмотреть на то на какие вот важные категории для себя разделил доски то я бы разделил их на три категории это больше 140 это вот одна группа досок вы не перепутаете это такие обычно олдскульные какие-то плоты вот либо имеющие там специальную форму для гонок напоминающую гроб второй второй категории это доски от 110 до 130 там условно пяти да то есть вот то что меньше 140 но обычно это там 130 порядка 110 130 вот это вот мои любимые доски потому что там у них есть свои плюсы свои опять же может быть минусы но вот мне не больше всего нравится и доски вот до до метра там обычно и 90 сантиметров это такие ковры самолеты где вот стойка располагается по сути по краю доски вот теперь пройдемся по всем вот этим трем категориям первое больше 140 без петель на ней зачастую тяжело стартовать плюс вот этот большой объем его с собой возить не хочется у меня есть вот короткая доска мне нравится как как ее компактность там маневренность и удобство 140 для себя я может быть бы ощутил какие-то плюсы в рамках старта но минусов было бы тоже немало доски 110 тире 130 они не дают существенных таких прям радикальных минусов опять же стоит посмотреть на того же авербрика который тысячу лет прыгал на эхо 4 120 которая в одном размере есть и того же олибриджа который до сих пор на ней катает поэтому мне нравится что эти доски достаточно легко выходят на глиссирование позволяют все-таки немножко в водоизмещающем режиме подвигаться немного то есть там на ней долго ехать как на серфе не получится она тонет все-таки под весом или если маленькая скорость но чуть-чуть они все-таки помогают но при этом они не такие огромные как вот эти 140 не пойми сколько борды вот стойка на них может достаточно варьироваться если нужно можно стать пошире поувереннее если хочется можно стать поужа ваться тот самый сурикат исполнить замечательно работает во всех случаях и в багажник влазит что хорошо не надо там откидывать сиденья там что-то выдумывать вот все с ними нормально 90 ну вот там доски которые нужны для пампинга потому что когда человек пампит он доску очень сильно направляет вниз если нос длинный то он будет воды касаться не получится вечеринки а второй момент когда ты там такой адский делаешь разворот перед волной то ты можешь тоже носом касаться волны вот и поэтому они используют вот эти 90 досочки которые в действительности достаточно профессиональные начнем с того имеет ли смысл выбирать карбон или стекловолокно не особо разница в весе не такая большая у меня был триггер карбон у товарища евгения был триггер стекловолокно закрытыми глазами можно ламик дать и никто ничего не поймет потому что кроме самого веса доски на ней лежат рельсы на ней лежат закладные на ней лежит коврик его вот и это все в принципе вот эту вот разницу между карбоном и стеклом немножко уравнивает доска должна быть жесткой это важно у доски должен быть некий объем это тоже важно и размер 110-130 сантиметров вот это как бы я выбирал доску для себя сейчас мне кажется что оптимальная доска по соотношению цена-качество это наверное rdb триггер потому что насколько я могу судить по своим знакомым у меня есть некоторое количество знакомых которые на них катают эти доски очень крепкие доски которые были куплены моими друзьями там жили там в багажнике какое-то время испытывали различные жизненные обстоятельства ничего не деломинировалось все было отлично были нюансы по покраске раньше рдб бывало мог там волосок попасть под лак какой-нибудь там там было бы к чему придраться можно было бы придраться но каких-то других нюансов я не знаю у меня была карбоновая я на ней падал страшно падал приезжал в мели давал пробовать друзьям и я был точно уверен что с этой доской ничего не станет и с гидрофойлом тоже он был крепок как как этот меч тора с левитазом например у меня такой уверенности нет потому что штука не дешевая все так понежнее в целом и поэтому так вот смело делиться с друзьями давать им попробовать наверное я уже как-то разучился вот если же деньги когда и цене вопрос и вы можете купить себе любую доску то купите себе любую доску разница не такая большая гидрофойля в самом деле основную разницу делает крыло ну то есть сама кочерга вот я пытался когда-то моя доска была ремонте брал у камрада копию мозоса который он изготовил она была классная у меня был rdb триггер он был классный вообще все они классные главное чтобы вот вам было не пар не противно на него смотреть чтобы вам было кайфово и нравилось как он выглядит едет и вообще используется вот слушать кого-то в этом плане можно наверное если вам так очень ценное мнение этого человека но ну не так уж это и важно вот просто нужно правильно поставить гидрофойл чтобы в нужном положении был что вы могли его там задавить могли на нем стартануть чтобы это доска не создавала вам сложности там чтобы она влезала в багажник не весила 800 килограмм и всячески не мешала вам жить вот если она вам жить не мешает выглядит она не отвратительно вам нравится друзья говорят классная и вам от этого хочется больше проводить времени на воде заниматься спортом то вот это вот то что вам надо вот так и выбирайте если вы хотите кататься на фанерке на сплитборде которая тоже есть вот у нобеля катайтесь никого не надо слушать надо попробовать самому чего вам подходит по деньгам потому что знаете ли кому-то можно купить там левитаз эхо 5 который там легкий супер стильный супер красивый кому-то нужно купить асд бордс который тоже имеет какие-то наверное свои плюсы вот выбирайте что вам подходит по деньгам пробуйте это желательно потому чтобы не огорчиться и просто катайте в этом и весь кайф пока а